Всем привет дорогие друзья из солнечной Алании! Сейчас мы находимся с Айханом в парке Алайтина Кейкубата в самом начале пляжа Клеопатры. Алайтин Кейкубат это султан, который завоевал Аланию. Если вам интересна история, смотрите, читайте в интернете, это очень занимательно. Сегодня сейчас мы идем с вами гулять по пляжу Клеопатры по набережной и смотреть закат. Зовем вас присоединиться к нам. Этот парк расположен в самом начале пляжа Клеопатры. Ночью здесь бьет фонтан и конечно же с очень красивой подсветкой. Ну а нам нужно перейти на ту сторону, чтобы попасть на всеми вами любимый пляж Клеопатры. На пляж Клеопатры приземляются парапланиристы. Мы уже с вами на параплане летали несколько раз, поэтому в описании к этому видео смотрите видео о том, как я летала на параплане над Аланьей. Вот именно сюда, в эту точку приземляются парапланиристы. А сейчас ребята тренируются. Я думаю, что это ученики, которые тренируются с парашютами. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая вот красота здесь, друзья, на пляже Клеопатры. Солнце постепенно заходит. Сегодня, я думаю, будет очень красивый закат. Ветер немножко прохладный, потому что уже вечер. Сейчас, наверное, часов 7, даже не знаю, сколько времени. Море сегодня спокойное, просто невероятно. Давайте я буду меньше говорить, а просто покажу вам вот эту вот всю красоту. А про погоду в мае расскажу уже чуть позже, ближе к концу этого видео. Спасибо. Спасибо. С этой стороны, в самом конце пляжа Клеопатры, вы можете увидеть параглайдеров. Здесь постоянно они тренируются, опускаются. Здесь находятся их офисы. А если мы посмотрим в другую сторону, на то, то здесь уже начинаются пляжные бары, пляжные, пляжные бары, отели. Ну и, конечно же, народ купается, купается и загорает. А вот я, моя тень на фоне заходящего солнца. Айхам делает прыжки. Добрый мой эфир в нашей группе на фейсбуке. Поэтому в описании к этому видео обязательно заходите в группу на фейсбуке. Там есть всегда самые последние новости и фотографии из Алании. Ну а вот так вот параглайдеры каждый день собирают свои парашюты. скручивают их, вытряхают песок, собирают до следующего полета. Поэтому, друзья, если вы хотите увидеть вот это вот красивое зрелище на пляже Клеопатры, приходите сюда уже ближе к вечеру, когда заходит солнце. Ну а мы идем теперь в туристическую часть пляжа Клеопатры, где большое количество у нас пляжных баров. Пляж Клеопатры тянется на несколько километров до вот этой вот горы. А прямо у горы начинается пляж Дамотаж и пещера Дамотаж. Сейчас уже 7 часов вечера, и большинство туристов, конечно же, ушло с пляжа, потому что начался обед, ну и начал быть немножко прохладный ветерок. Поэтому на данный момент люди постепенно уходят с пляжа. На пляже Клеопатры большое количество, как я уже говорила, пляжных баров, также сеток для волейбола, сандбола и так далее. Ну и, конечно же, большое количество ресторанов и шезлонгов с зонтиками. Любой человек может прийти на любой пляж, снять себе шезлонг и наслаждаться морем и солнцем в течение дня. Ну что, спустимся еще раз к морю, как вы думаете? Вот уже последние туристы уходят с пляжа. Скоро солнышко совсем зайдет. А мы с вами идем в сторону моря. Сегодня море удивительно спокойное. Я не знаю, какое оно было утром и днем, но вечером море действительно спокойное. Вот как раз цены. 30 лир, 2 лежака и зонтик. 30 лир, 2 лежака и зонтик. Закаты на пляже Клеопатры очень красиво. Это просто что-то невероятно красивое. Особенно мы очень любим наблюдать на закат вот с той точки, с пляжа Дамлаташ. Кто-то еще купается в море. Ну а кто-то приходит на пляж специально вечером, чтобы насладиться вот таким вот прохладным, лечебным морским воздухом. Ну и просто послушать море и отдохнуть от городской суеты. Несмотря на то, что Алания маленький городок, суета здесь, конечно же, тоже есть. Сейчас уже 7 часов вечера. Я специально смотрела. И если вы хотите увидеть парашютистов, приходите ближе к 7 вечера. Ну, чем дальше, чем ближе к лету, тем, конечно же, день будет длиннее. Но между 7 и 8 часами. На пляже Клеопатры очень широкая набережная. Здесь много зелени и очень-очень широкий пляж. Вот Айхан тоже сделал уже прямой эфир, ждет меня. И на пляже Клеопатры, как я говорила, большое количество пляжных баров. Также можно арендовать джетски, покататься на банане. Ну, в общем, развлечений очень много. Почему? Потому что на пляже Клеопатры большое количество гостиниц. Прямо по всему побережью тянутся гостиницы. Как с этой стороны горы, так и с той стороны горы. Здесь очень много цветов. Причем цветы высаживают круглогодично в соответствии с сезоном. Зимой это, конечно же, цветы, которые не поддаются, не замерзают, не опадают очень быстро, не умирают при холодной погоде. Ну, а летом здесь, конечно же, буйство красок. Сейчас чуть дальше мы с вами дойдем до маленького парка, который находится в начале пляжа Клеопатры со стороны города. Как вы видите, лето в Аланье началось. Погода отличная. Скоро будет очень жарко. Вот как раз здесь мы видим, можно прокатиться и на джет-ски, и арендовать джет-ски. В общем, кто на что гораст, если вас интересуют водные виды спорта, то вы можете прокатиться также и на парашюте. На парашюте, на самом деле, я еще сама не каталась. Пляжные бары также в Аланье оборудованы вот такими кабинками для переодевания и душами. Тот, кто спрашивал об этом, вот специально вам показываю. Души и кабинки для переодевания. Они есть у каждого пляжного бара. В начале пляжа Клеопатры со стороны города есть такой вот красивый парк с лавочками, с детской площадкой. Я ушла! И здесь также есть, чуть дальше, есть фонтан. Несколько небольших детских площадок, и по вечерам, как вы видите, народ играет в пляжный, пляжный волейбол, когда не так жарко. Ну, хотя сейчас и днем не так жарко, но все равно вечером это просто настоящее удовольствие. И сейчас я вам покажу здесь фонтан, который здесь есть. Я не знаю, вечером он подсвечивается или нет, но выглядит он вот таким вот образом. Да, вечером он подсвечивается. Плавать в фонтане запрещено. Ну, конечно, зачем плавать в фонтане, если от фонтана буквально в нескольких метрах расположено потрясающее Средиземное море. Каждый раз, когда я прихожу на море, и помните, друзья, в одном из прошлых видео, когда я была в Москве и гуляла по Красной площади, я вас просила москвичи, которые, москвичи, выживете в Москве, как часто вы бываете на Красной площади? И был такой комментарий, что как часто вы бываете на море, живя на море? Так вот, на море мы бываем каждый день. Я стараюсь, по крайней мере, хотя бы на 5 минут, на 10 спуститься на пляж, потому что пляж тянется по всей длине города, поэтому на море у нас получается бывать практически каждый день, но хотя бы дышать вот этим морским воздухом. конечно же, мы каждый день не купаемся, а купаемся мы ближе к августу месяцу, в сентябре, в октябре месяце, это наши самые любимые месяца, ну, а в июне, июле мы прячемся от жары, потому что очень-очень жарко. Ну, как вы видите, начинается закат, солнце постепенно садится, и сейчас мы еще раз с вами дойдем домой, мы прогулялись с вами по всей длине пляжа Клеопатри, как я вам и обещала, и сейчас начинается красивейший закат, посмотрите, какая красота, когда все лежаки составлены, тихо дует не сильный ветерок и слышен шум моря. Невероятное ощущение. шум моря. шум моря. Продолжение следует... Продолжение следует... Прекрасной ночи. Я буду с вами прощаться. Воскресенье закончилось. Всем желаю... В какой бы день недели вы не смотрели это видео, всем желаю хорошей недели, хороших выходных. Ну, в общем, всего самого лучшего. Приезжайте обязательно в Аланию, в Турцию. Наслаждайтесь вот этой вот неземной красотой, которая у нас здесь есть. Ну и, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь на них ответить. И, друзья... Кстати, сейчас проверим, кто досматривает мои видео до конца, а кто нет. Друзья, как вы думаете, стоит ли нам сделать группу на WhatsApp или завести отдельный номер телефона для того, чтобы с вами общаться по WhatsApp? Потому что приходит очень много вопросов во все социальные сети, во все группы, но, к сожалению, на все вопросы я успеваю отвечать, и люди пишут во все социальные сети одновременно. Поэтому я подумала о том, чтобы купить новую сим-карту, которая будет непосредственно для канала, для всех ваших вопросов. Потому что личный телефон, сами понимаете, я бы не хотела публиковать во всех своих социальных сетях. А для группы я думаю, что я куплю сим-карту. В общем, напишите в ваши комментарии, как вы думаете, стоит ли нам сделать отдельную сим-карту, отдельный номер для того, чтобы общаться с вами быстро и эффективно по WhatsApp? Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего. Добро пожаловать в Аланию и в Турцию. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...